здравствуйте уважаемые любители ножей зрители нашего видео канала небольшой обзорчик сделаю вот такого замечательного ножа это как мы видим нож якутский из стали с 390 смотрите четкая односторонняя за . до 30 страны вообще нет ничего плоскости с этой стороны за . вот немножко такая эргономическая рукоять у тебя не совсем ровная чуть-чуть вот сделаны такие якутские рукояти тоже бывают и здесь акриловый композит в виде северного сияния и вот здесь отверстие под темляк вот такой вот хорошее отверстие смотрите именно вот как вот стилизованное северное сияние здесь видите наборный металл просто . ну вот я что хочу сказать то есть якутские ножи ножи узко такие как бы они не тоже специальные есть в общем все любители разделились на те кто в принципе не приемлет якутские ножи и те кто просто от них тащится вот я скажу так нет недавно приходилось в общем достаточно серьезно поработать якутским ножом делал я язык и заготовки дугу для лошади и буквально для себя процессе там приходилось работать разными то есть и на себя строгать и от себя и я понял что вот эта стомесячная заточка она понимаете как работает то есть вот все что я до этого слышал говорят как якут строгают на себя другие говорят они строгают от себя она в самом деле просто при строгании получается совершенно разный эффект вот например я работаю на себя она видите зарывается до зависимости от того что мне нужно делать то я и делаю то есть например так мне удобней в эту сторону а при некоторых например скажем в некоторых случаях мне удобней чтобы он шел как рубанок вот так работает и в процессе работы я вам скажу что другим ножом вот так строгать не получится получится по-другому вот именно так я уж не говорю о строгании которую также можно и на себя резать и от себя то есть если нам нужно выровнять плоскость да мы берем видите вот как вот мы и ровняем мы делаем это я говорю для примеру потому что когда вы что-то делаете из дерева вытачивать ну например да все мы знаем что профессиональные охотники они лыжи зачастую делают сами да сейчас есть выбор лыж но вообще раньше охотники сами всегда делали и тем более в якутии вот здесь вот стали с 3090 обратить внимание какой вкусный мягкий рез смотрите видите да можно бесконечно якутов ругать говорит что это случайно у них так получилось это не специально такой нож хороший сделали на самом деле я еще раз говорю я достоинство ножа понял вот буквальном смысле несмотря то что уже сколько до 29 лет я занимаюсь ножами но в этом году когда просто под видео это снять у меня не получилось скажем так задача была не видео снять а дугу сделать и вот там для выравнивания плоскостей я уже работал ножом абсолютно полноценно то есть с обоих сторон то есть как мы видим да я с разный такой рез он копает то есть его использует именно для ровня не плоскости вот а это для простого строгания обратите внимание как сухая береза строгается все таки стали с 390 сталь хорошая не знаю наладится ли с ней поставки пока у нас запас есть поэтому приобретайте и можете непосредственно вот такой ножку купить какая прелесть просто огонь красота вообще допустим убойные тесты якутского ножа я раньше делал ну смысла нет вообще делать это инструмент это инструмент охотника это инструмент таежника это инструмент который везде нужен и в хозяйстве и в лесу когда вам нож заменяет зачастую и топор и рубанок и нож все заменяет а которые северо я узкие узкие они еще изменяют сверло понятно что вот таким сверлить как бы ну это можно но понимаете это не совсем правильно потому что он для сверления все таки ширковат и еще сверлить то надо ребят уметь мне как-то давно правда не известки был нож а по-моему из d2 мужик кончик сломал таким образом так вот когда сверлишь то надо его не вертикально держать не вот так а а надо как бы как бы зенковать понимаете вот я его разворачиваю я как бы а если я буду просто делать это как-то по-другому ну знаете это будет неправильно вот про что я говорил да вот смотрите вот он как рубанк работает нож и когда говорят правша или левша вот это правша я хочу просто это как то чтобы из головы у некоторых это просто вышло вот что якобы правша это в другую сторону нет правша это когда держится в правой руке и строгается вот вот это правша также просто просто строгание бывают разные и разные назначения строгание можно строгать таким образом можно строгать таким образом и здесь разные угол атаки получается этот при строгании он идет на вылет как бы если вам нужно сделать да там какую-то вот даже вот выемку я делаю да вот этим а если мы будем ту же выемку делать вот так ну понимаете это будет тоже можно ну совершенно разный рез то есть другими словами достоинства якутского ножа что в одном ноже по сути заложено два инструмента это нож и рубанок в основном вот и все а если например на единственно когда вы нарезаете колбаску то надо идти вот по этой части колбаску вас вот не такая как чипс получились ровненькая то есть компенсация идет вот по этой части вот это я показывал предыдущих видео вот если я буду потому что держать вот по этой части колбасу нарезать он будет уходить ну такая замечательная вещь если у вас еще нет такого ножа особенно из стали с 390 то надо купить всего доброго до свидания ну Продолжение следует...